Какие показатели Белстат рассчитывают? Мы все ходим в магазины, все приобретаем те или иные товары, и порой, приходя через неделю, через две в магазин, и вроде покупав один и тот же набор товаров, у нас возникает ощущение, что цены выросли чуть ли не в 2 или 3 раза за такой короткий промежуток времени. Официальным показателем инфляции в Республике Беларусь является индекс потребительских цен. Он характеризует изменения во времени фиксированной стоимости набора товаров и срок, используемых для личного потребления. Вообще расчет индекса потребительских цен во всем мире базируется на единых принципах и правилах, которые разработали международные организации для статистических ведомств. В начале 90-х совместно с представителями Международного валютного фонда в Республике Беларусь была разработана методология и те правила, на основании которых мы на сегодняшний день рассчитываем индекс потребительских цен. Со временем мы их совершенствовали, улучшали, добавляли веяния, которые в мире появляются по тем или иным показателям. Нас постоянно проверяют. Последняя миссия Международного валютного фонда была в 2014 году. И по их отчету наши данные полностью, наши методологии расчета индекса потребительских цен полностью соответствуют международным стандартам. Кто вообще занимается сбором данных о ценах и кто считает? Полностью весь цикл сбора данных о ценах и обработки лежит на сотрудниках органов государственной статистики. У нас в наших территориальных органах есть регистраторы, их 88 человек, которые непосредственно собирают и регистрируют цены в магазинах, торговых объектах и передают уже на уровень области и на уровень Белстата, где непосредственно сам Белстат осуществляет расчеты данных. Если посмотреть, кто занимается непосредственно сбором, то это в основном женщины из 88, это 87 женщин, есть один мужчина. Средний возраст женщин это около 40 лет, вы с высшим образованием, замужем и имея детей. И что надо отметить, стаж работы в органах государственной статистики в среднем где-то 12 лет. То есть те, кто к нам приходят на эти должности, те либо сразу от работы в какое-то время понимают, что это не их уходят, а те, кто уже вошел в эту колею, даже есть некоторые династии, мама работала, потом дочке передала и так далее, они уже как бы закрепляются и входят в русло вот той деятельности, которая, эта работа очень сложная, надо много ходить, много общаться с людьми, много записывать, плюс мы сейчас используем планшет, в котором записано программное обеспечение, то есть надо постоянно навыки работы с современными устройствами совершенствовать. Где мы наблюдаем цены? Мы наблюдаем в республике цены в 31 населенном пункте эти города. Это крупные города, такие как Минск, областные центры, средние и малые города. Населенные пункты не находятся рядом друг с другом, и выборка происходила таким образом, чтобы охватить территорию республики Беларусь с севера на юг, с запада на восток. В этих городах, которые попали в наблюдение, проживает более 50 населения от всего населения республики и более 70% от городского. Список городов мы отобрали раз и его не меняем, то есть мы наблюдаем его на протяжении уже всего времени. Он у нас постоянный. В сельской местности мы товары не регистрируем. Считается, что цены на товары меняются, динамика изменения цен на товары в сельской местности совпадает с динамикой изменения цен в городах. Лет 5 или 6 назад мы для себя провели обследование, чтобы посмотреть, действительно ли это так на самом деле. Мы в сельской местности наблюдали в течение продолжительного периода времени, как меняются цены на продовольственные товары. И действительно подтвердили этот момент, что цены изменяются по аналогии с городским. Но в сельской местности есть небольшой лес, там есть небольшой лаг времени. Скорее всего, это связано с тем, что товары, которые поступают в сельскую местность, наверное, времени на доставку чуть больше, поэтому чуть-чуть небольшой лаг времени есть. В 31 городе мы наблюдаем чуть более 8 тысяч объектов. Объекты, где мы регистрируем цены, это магазины, торговые центры, городские рынки. На рынках мы регистрируем цены и в торговых объектах, в том числе и у индивидуальных предпринимателей. На рынках мы регистрируем цены у даже физических лиц, которые постоянно продают продукцию. Также у нас широкий перечень всяких кафе, ресторанов, организаций, которые оказывают услуги различного характера и тому подобное. Все те базовые организации, куда приходят наши регистраторы, должны соответствовать определенным критериям. Во-первых, они должны иметь различные условия торговли, предоставления услуг, быть различных форм собственности, находиться в разных частях города. Мы наблюдаем объекты как в центре города, так и на окраинах. Ориентироваться на массового потребителя. Мы не берем в обследование бутики, которые нацелены на определенный узкий круг потребителей. И в магазинах, которые мы обследуем, должны иметься товары в большом ассортименте и регулярно продаваться. То есть для нас важно, чем дольше товар имеет в продаже, желательно год и более, тем лучше для наблюдения, чтобы не было структурных сдвигов. Немоволажной частью работы наших регистраторов является тоже взаимодействие с работниками и торговых организаций. Дело в том, что когда мы формируем свою выборку, для нас важен момент частота реализации товара в торговой сети, а также немоволажен и тот момент, что товар должен пользоваться наибольшим спросом. Поэтому, кроме как от самих работников торговли, мы не можем узнать. Поэтому, когда регистратор выбирает, когда попадает в выборку тот или иной объект в торговле, первым делом, конечно, мы идем и узнаем их объемы, которые реализация по конкретным товарам, которые нас интересуют в торговой сети, и после этого принимаем решение, что включить в выборку для наблюдения. Торговые объекты мы периодически пересматриваем, добавляем новые. Если в каких-то городах открываются крупные торговые центры, там либо магазины закрываются в одной части города, в другой открываются, то есть мы эту выборку постоянно, на постоянной основе актуализируем. Основой расчета индекса потребительских цен является структура расходов домашних хозяйств. Это те товары, которые, группы товаров, услуг, которые мы наблюдаем. Они формируются на основании выборки обследования домашних хозяйств, и которые, занимаясь структурой расходов более 0,01%, попадают у нас в выборку для наблюдения. Если коротко сказать об обследовании домашних хозяйств, то она обследует более 6 тысяч домохозяйств. Домохозяйство не только в городской, но и в сельской местности учитывают. Там разный состав семьи. Люди в течение года подробно расписывают все свои расходы на приобретение тех или иных товаров, и потом Билстат объединяет их все вместе и формирует усредненную структуру потребительских расходов. И из этой структуры мы выбираем те товары, которые с удельным весом расходов за год занимают более 0,01% и включаем в обследование. Исходя из этих критериев, этот перечень одинаковый для всех городов. Регистраторы в торговых объектах набирают непосредственно те товары и услуги, которые регистрируют. Цены регистрируют с 10 по 30 число каждого месяца. Расстояние между регистраторами, дата между регистраторами должна соблюдаться ровно месяц, чтобы соблюсти частоту расчета. Плюс-минус там допускается 1-2 дня отклонения. В месяц для расчета ИПЦ собирается чуть более 67 тысяч котировок, то есть 88 человек регистрируют 67 тысяч котировок. Но это половина их работы, там у нас есть и другие обследования, где они регистрируют цены. Получается, где-то в месяц более 130 тысяч данных о ценах эти люди собирают. Что такое ценовая котировка? Это конкретное номинование товара в торговой организации, цена, тариф конкретной услуги. То есть каждая ценовая котировка – это цена на определенный товар-услугу. Регистрации подлежат товары. Это продовольственные, непродовольственные услуги. Мы регистрируем товары ежедневного спроса, повседневного, такие как хлеб, молоко, мясо. Регистрируемые товары, которые приобретаются нерегулярно, допустим, это какие-нибудь бытовые приборы, мебель, телевизор, услуги медицинские, может, и тому подобное. В расчете также участвуют данные о приобретении алкоголя и табачных изделий, несмотря на то, что это вредит здоровью и не очень с здоровой точки зрения популярной. Но вместе с тем значительный удельный вес расходов домохозяйств эти изделия занимают. Потребительская корзина, которая формируется на основании выборочных обследов домашних хозяйств, пересматривается ежегодно. Это связано с тем, что предпочтения населения меняются, какие-то товары добавляются, какие-то, наоборот, уходят из выборки. По сравнению с 2018 годом у нас позиции, на 14 позиций выборка увеличилась. Мы там актуализировали, добавили некоторые товары, такие, как груша, детское питание, мультиварка, добавили услуги в дошкольных учреждениях, образовательные услуги, добавили обучение на курсках иностранного языка, компьютерной грамоте, танцев, ну и таких еще пару. Из обследования, по сравнению с прошлым годом, исходя из данных домашних хозяйств, исчезли, мы убрали это CD-диск и ковер из шерстяной синтетической ткани. То есть эти вещи уже перестали пользоваться спросом у населения. В зависимости от населенного пункта, в котором и проходит наблюдение, мы по каждому товару, который у нас попал в выборки, отслеживаем определенное количество цен. То есть если это город Минск, то мы отслеживаем не менее 10 цен. Допустим, в областных центрах это не менее 7 цен. Должно зарегистрировать, чтобы посчитать. В средних городах 5, в малых 3. И условия такие, что мы регистрируем ценный месяц постоянно на одни и те же товары и сравниваем одни и те же товары в одних и тех же магазинах с одними и теми же характеристиками. То есть сравнение происходит. Мы берем, если покупаем молоко в магазине, в 3,5% производителя одного, мы в этом же магазине и в следующий месяц регистрируем это же молоко и с этим же молоком сравниваем. Как я уже начал говорить, очень важное, когда мы регистрируем цену, это действительно мы должны в первую очередь, там у вас есть в раздаточном материале табличка, это копия нашего регистрационного листика. То, как мы и наши регистраторы вводят цены. То есть они приходят в торговые объекты. Вот, допустим, у нас есть пять объектов и мы регистрируем восемь цен в них. Немоволажное такое значение, как я говорил, это производитель, одинаковая характеристика товара, одинаковая вес, жирность. То есть если мы берем в магазине молоко, 3,6% жирности, в полицелленном пакете номиналом 1 литр, то мы сравниваем в следующий месяц это же молоко берем в этом же магазине. Если в другом магазине мы берем молоко, допустим, 2% жирности в бутылке, но его объем меньше, 930 мл, а мы учитываем, у нас единица измерения идет конкретная литр, то мы эту цену пересчитываем в своем расчете до литра. И уже в расчет идет именно непосредственно цена за литр, за ту единицу, которую мы наблюдаем. И так вот получив, сформировав вот этот лист по конкретному городу, по конкретному товару, мы выводим среднюю геометрическую цену за отчетный период и за предыдущий. И сравнивая две цены, получаем индекс изменения цен на товар в конкретном городе. В расчете мы не берем товары с истекшим сроком годности, товары с какими-то дефектами, товары плохих потребительских качеств. То есть мы берем только те товары, которые соответствуют всем требованиям и гостам, которые есть, и которые потребитель приобретает для себя. Далее мы, когда вот эти регистраторы собрали, всего в 31 городе по 8 тысяч объектам, вот эти 67 тысяч котировок, они передают на уровень Биллстата. И Биллстат, уже исходя из той структуры взвешивания домашних хозяйств, которые мы сформируем на основании выборки, мы производим расчет непосредственно индексов потребительских цен как по конкретным товарам, средних цен по конкретным товарам, по каждой области и по республике. В процессе расчета идет система взвешивания. Мы взвешиваем на численность населения, включая, когда мы взвешиваем с уровня, считаем по области на уровне городов, мы взвешиваем по численности городов населения. Затем, когда мы с областного уровня приходим на республику, мы в расчете принимаем численность уже всего населения области. То есть каждая область имеет по каждому товару удельный вес, то численность населения, которое проживает. Тем самым мы распространяем выборку на все население Республики Беларусь. Кроме того, у нас каждый товар имеет свой удельный вес, исходя из расходов. То есть те товары, которые покупаются больше, имеют больше удельный вес. Все товары, которые меньше, имеют меньший удельный вес. И это делается для чего? Для того, что когда идет расчет индекса в целом по республике, при одинаковом росте цен на один и тот же товар, но у товаров разный удельный вес, влияние его на конечную цифру будет разное. Таким образом мы учитываем именно изменения, которые связаны с предпочтением населения в структуре потребления. В нашем разделе на сайте мы ежемесячно вывешиваем, наверное, практически все данные, которые считаем, в разрезе областей. Это и средние цены, и индексы. Индексы мы вывешиваем в различные периоды и к месяцу прошлого года, к декабрю, в период к периоду. И даже нашими данными используют для того, чтобы рассчитать, как за какой-то период изменялись цены. Мы вывешиваем табличку последний месяц, который у нас есть в расчетах, к декабрю 1990 года. Эти данные пользуются очень большим спросом у судей. Они этими табличками пользуются, чтобы рассчитать, как компенсировать потери в связи с инфляцией. Полезные ссылочки. У нас есть еще на сайте калькулятор персональной инфляции. И это ссылочка, где найти данные. Наверное, это наши. Продолжение следует...